Renault слегка обновила российские Logan и Sandero, включая кросс-версии Stepway. Изменения можно пересчитать по пальцам одной руки. Эмблема марки на решётке радиатора стала глянцевой, а в гамму цветов снова вернулся серебристый колер. К салону прилагается другая обивка сидений, а со старшим из моторов теперь будут новые ручки управления трансмиссией. Наконец, вариаторной версии Stepway City заявлен новый декор. Он включает фирменные наклейки на кузове, зелёную прострочку на сидениях, а также отделку под карбон на ручках дверей и центральной консоли. Стоит такой набор 14 тысяч рублей. Очередное обновление второго Логана лишь подтверждает давнюю мысль. Выхода свежей, третьей генерации нам придётся ждать ещё год, два или все три. К слову, марка Dacia, под которой Логана и Сандера продаются на Западе, только что выпустила релиз, в котором нахваливает новое поколение за тишину, экономичность и комфорт. А ещё машины должны порадовать отточечной управляемостью. Заманчиво, не правда ли? Однако российский рынок из-за утильсбора вынужден идти по другому пути. Новые модели к нам опаздывают из-за необходимости локализации, а потом долго-долго стареют на конвейере, чтобы окупить миллионы евро, потраченные на ту самую локализацию. Из-за этого нам недоступно множество интересных машин. Например, Nissan Note, который только что перешёл уже в третье поколение. Правда, отныне модель заточена строго под родную Японию. Ни в Западной Европе, ни в Америке микровэн больше не продаётся. В актуальной версии Note стал последовательным гибридом, то есть бензиновый двигатель лишь работает генератором. Соответственно, передние колёса вращает электромотор на 116 сил, а сзади по заказу может быть установлен агрегат на 68 сил. Зато настоящий полный привод. Несмотря на сокращение габаритов, новый Nissan должен остаться таким же удобным для пассажиров, как его предшественники. При этом обещаны новый уровень шумоизоляции и безопасности. А ещё Note переехал на модульную платформу CMF-B, что автоматически принесло богатый набор современной электроники, включая полноценный трассовый автопилот. Оценить прелести новинки японцы смогут до конца этого года.